Можно вопрос задавать любой момент на вопросы. Я буду рассказывать больше про бэкэнд, Дим будет рассказывать частично про бэкэнд и частично про фронтэнд. Когда мы вообще разрабатывали Fluids, мы старались сделать так, чтобы для разработчиков это было просто. Вам нужно думать о разработке под Fluids, по сути, как о разработке простого приложения, у которого есть фронтэнд и бэкэнд-часть. Фронтэнд-часть можно писать на любом языке, который имеет в HTTP. Ну, например, JavaScript, TypeScript, C++, Sassender. Который может записать что-то в порт. Но у нас есть специальная SDK под JavaScript. А бэкэнд можно писать, соответственно, да, как правильно сказали, можно писать вообще на лоб-цембле. Но у нас есть SDK под перечисленные языки. И о них мы сейчас поговорим чуть подробнее. Сейчас будет результат состоять из нескольких частей. Мы сначала рассмотрим с вами бэкэнд-часть. Это RAS, C++, AssemblyScript. И потом Дмитрий расскажет про AssemblyScript и фронтэнд-часть. И давайте начнем с вами с вообще overview. Как уже говорил Алексей, мы исполняем WebAssembly код на нодах, на конечных нодах пользователя. Кто вообще знаком с WebAssembly? Не знаю. Вот так. В общем, по большому счету, чтобы программировать все WebAssembly, быть знакомым, ну, не очень важно. Потому что есть замечательные языки. И для них есть замечательный LVM-8, в котором, значит, WebAssembly это уже не экспериментальная штука. И можно сразу в раз скомплировать в WebAssembly. Вот. Но давайте рассмотрим чуть-чуть под капотом, как это устроено. Значит, фронтэнд-часть вот расположена где-то там. Вот это наша бэкэнд-часть. Фронтэнд-часть отсылает запросы в виде массива байт бэкэнд-части. Конкретно функцию invoke. Пользователи загружают вот этот вот, значит, домейн-код. Значит, мы предоставляем SDK для четырех языков. Но можно SDK не пользоваться. На вот этот код общий у WebAssembly накладывается два ограничения. Первое ограничение то, что у него не должно быть импорта. То есть он не должен взаимодействовать с системой. Да, не должно быть... То есть, например, нельзя узнать время, нельзя вызвать стены вызов тайм. Это хотя бы можно... Крипто можно, если оно портировано. Вот в Rust, например, есть Rust Крипто, замечательные крейты. Они конкулируются в WebAssembly. Мы проверяли, все отлично. Вот я могу про это чуть подробнее потом рассказать. То есть, об WebAssembly код не должен взаимодействовать сам с внешним миром. Есть одно исключение, мы поговорим чуть-чуть дальше. То есть, первое ограничение, не должно быть никаких системных вызовов. То есть, нельзя вызвать рандом, потому что приложение должно быть терминированное и рандом SD-1 тот же. То есть, это, по сути, ГСПЧ какой-то с сидом заранее заданным. Нельзя узнать время, нельзя обратиться в сокет. В сокет нельзя обратиться, в том числе, с точки зрения безопасности. Но при этом, чтобы взаимодействовать с приложением, в нем должно быть три экспортных функции. Это allocate, dialogate и invoke. Вот invoke нужен для того, чтобы frontend, по сути, вызывал через стейк машину, invoke и туда передавал массив байт. А можно сигнатуры? Я, наверное, покажу отдельно. Я сейчас об этом расскажу дальше. Но, как вы знаете, наверное, в WebAssembly есть четыре типа данных. Это int, 32-bit, 64-bit. И то же самое для floating point. Но мы всегда передаем туда и обратно массивы байт. Чтобы массив байт положить в WebAssembly, нужно его положить в память. Это делается с помощью вызова функции allocate. Стоит машина вызывает функцию locate под массив байт и туда его копирует. И, по сути, возвращенный результат allocate с ним вызывает функцию invoke. Ну, и allocate, понятно, нужно, чтобы потом память очистить от возвращенного результата. Но, на самом деле, для вас это знать не совсем обязательно. Вот давайте посмотрим, почему. На примере SDK под Rust. Вот простейший HelloWorld на Rust для Fluids выглядит вот в эти пять строчек. Мы постарались все вот эти кишки запрятать в SDK. То есть, вот, достаточно подключить в Fluids SDK. И там уже будет allocate, deal allocate. Это либо собирается, да? Да, это либо. То есть, SDK состоит из трех крейтов. Но, я думаю, это подробности я могу потом индивидуально рассказать. Да, и у нас есть замечательный макрос процедурный allocation handler, который можно навесить на какую-то функцию. В данном случае это функция rating. Вот. И эта функция, то есть, этот макрос создаст функцию invoke. Значит, вот там все подготовит параметры и вызовет функцию rating. У нее сигнатура такая, что здесь должен быть либо 0, либо 1 входной параметр. Тип входного параметра, либо string, либо vector byte. Вектор 8. И она должна обязательно возвращать либо string, либо vector 8. То есть, результат всегда должен быть. То есть, invoke получает массив байт и возвращает массив байт. То есть, получает от фронтенда и возвращает от фронтенда массив байт. Вот. Ну и как бы функция, что делает? Функция просто получает имя и, значит, аппендит его к вот этой строке. Вот. Ну, я думаю, тут все более-менее прозрачно. А компилируется это тоже в квадратах очень просто. Через, значит, target webassembly unknown, ну, через данный triple. Да, мы используем nightly 1, потому что мы используем nightly allocator api. Ну, об этом, в принципе, можно не думать, просто нужно компилировать плюс nightly. Да, и данный пример, значит, как и следующие примеры, которые мы будем показывать, можно найти в замечательной, замечательной репозитории Tutorials в нашей Европе. Вот, ссылки скинуты в Telegram-чатик. Вот. А данный пример полностью есть в данной репозитории. То есть, вот, ну, как бы, помимо данного файла, есть еще CargoTonal, ну, в котором, по сути, объявленная зависимость. Вот. И, ну, как бы, кому что-то непонятно, можно посмотреть здесь более подробно. Теперь давайте поговорим про одно исключение взаимодействия с внешним миром. Webassembly, к сожалению, не так просто отваживать. Есть разные штуки под браузер, ну, так как в Webassembly исторически, ну, как бы, больше под браузер было нацелено. Там есть отладка в Mozilla, в Chrome на уровне дышка. Вот, к сожалению, вот стендалон виртуальных машин, ну, мы используем в Assemble, а, как бы, средств отладки не очень много. И мы поддерживаем одно, это отладочный вывод. А в Rusty это, ну, да, самое простое и самое надежное. В Rusty это считается с помощью импортирования, значит, это тоже все в SDK подключается, и это, по сути, фасад над крейтом лог. Вот. Его нужно проинциализировать, инциализировать один раз, и у нас есть, значит, в этом макросе специальный атрибут, имитрэн, в котором указывается функция, которая будет вызвана один раз. Потому что, то есть, вот, заметьте, что вот в этом коде нет функции main. То есть, всегда вызывается вот эта функция на каждый запрос от фронтэнда. Но, как бы, бывает код, которым нужно вызвать один раз. И, в данном случае, это делается вот... Куда он во Fluency logget? Ну, это, это, да, это такой вопрос с мидами, как бы, чуть более сложный, но технически он logget, ну, как бы, в конечном итоге в консоль. Но об этом подробнее можем потом поговорить. То есть, там где-то есть дофер, ну, какой-то нодик, в котором в консоль ломается. Да, это можно будет уносить локально еще все. Об этом люди вам подробнее расскажут. Так, и данный пример, так же, как и предыдущий, можно найти в репозитории Tutorials. Вот, ссылочка есть в чате. У вас есть вопросы по-разному? Артисы нет? Есть очень много там, но и сейчас. Хорошо. А вот у нас еще есть примеры. Вот Леша рассказывал, что у нас есть DSGaming. Помимо DSGaming есть еще крестики-нолики, записанные на Rusty, и порцированные вам на db. Что вам отсюда может быть интересно? А может быть интересно, роутинг функций. То есть, вот здесь вот всегда одна функция, да, которая вызывается... Ну, то есть, матрикс можно навесить на одну функцию. Но, скорее всего, вам нужно будет делать какой-то API, чтобы вызвать несколько функций за раз. И вот здесь есть пример, как можно, ну, как отсюда можно просто скопировать код, как с помощью паршевого JSON можно разработать выживы на разные функции. Так, давайте теперь перейдем к C и C++. C и C++ все сложнее. У нас они поддерживаются не так давно. Есть, чтобы скомпилировать C++ под group assembly, есть два способа. Два системных рута. Это первый системный рут — это VASI. То есть, это VASI32 unknown VASI triple. Он появился в начале года, там, мы слышали, это такой был большой анонс. Вот. И есть, можно скомпилировать C++ с рутом VASI32 unknown unknown. Вот. Это с OVM восьмой версии. Это, значит, уже не экспериментарные фичи волосами. Это есть про самому OVM. Вот. И команда компиляции, она выглядит вот так вот страшно. И здесь вот выделены основные моменты. Первый момент — это вот указание системного рута. Вот так по дефолту он в macOS'е, значит, устанавливается target. Это тот triple. Ну, в данном случае использован в VASI triple. Вот. И экспортируемые функции. Вот. Ну, как бы можно писать на C и C++. Вот, например, на C это выглядит таким образом. Тоже пример можно найти, значит, на GitHub'е. То есть тут данная функция делает то же самое, что и в Растовском примере. Принимает строку, аппендит ее к другой и возвращает результат. В конце. Да, здесь не сделана вот отдельная API для, значит, заворачивания. Ну, потому что это C, как бы все привыкли работать с голыми указателями, с вот этим всем. Вот. И какого-то такого специального отдельного API не сделано. C++ ситуация чуть попроще. Но при этом есть некоторые нюансы. Нюансы заключаются в том, что при компилировании могут появиться системные вызовы. В BRK, например. В BRK мы убрали. В BRK и MAP мы убрали. В общем, у нас есть своя версия масла. Ну, давайте я об этом вам поговорю. В общем, на самом деле, наверное, по C++ вот такой вот с тренгами, с этим всем писать, мне кажется, не стоит. Потому что там, ну, это будет сложно разобраться. Лучше писать, если на чем-то таком на C, либо C++ с классами, но без вызова, ну, в смысле, без использования STL. Ну, да, ну, в общем, там есть некоторые моменты, и кто хочет писать на C++, я могу отдельно рассказать об этом. Взяли у него, собственно, на C++. Там не все такое, там у них авокады у них очень хорошие, например. Ну, оставим свои. Так, ну, на этом моя честь закончена. Дальше Дмитрий расскажет про Сэмдис Крипт и Фронтэн. Спасибо.